Цена биткоина отскочила приблизительно на 10% после локального низа 7700 долларов. Сегодня я попробую объяснить, почему есть вероятность того, что биткоин не обновит низы, а также коснусь очень важных новостей об альткоинах. Мы поговорим о комиссии по ценным бумагам и биржам США, системе, которая помогает оценить тот или другой альткоин, а также определить, является ли альткоин секьюрити токеном, то есть аналогом цифровых ценных бумаг. Поговорим о топ-3 альткоинов, которые являются максимально приближенными к цифровым ценным бумагам и еще кое о чем связанным с майнингом. Все это в сегодняшнем видео. Меня зовут Богатий Шиди, добро пожаловать на мой канал и начнем с недельного графика биткоина, который сейчас торгуется значительно выше 8000 долларов. А это для многих людей почему-то оказалось сюрпризом. Но я хочу обратить внимание на то, что на этом масштабном таймфрейме, где одна свеча равняется одной неделе, есть большая вероятность, что биткоин не покажет новый низ. Я могу очень легко это аргументировать, начнем с того, что вот это не является настоящим хаем для биткоина. Когда биткоин достигал своего максимального значения, это была пикообразная вершина, как вот здесь, например. Чтобы понять, лучше перейдем на еще более масштабную картину. Каждый раз, когда биткоин действительно нащупывал новый хай, мы наблюдали пикообразную вершину, которая очень напоминала гору. Но сейчас мы не наблюдаем пикообразную вершину. Эта вершина не такая, она закругленная. Теперь попробуйте найти на графике биткоина за все время его существования закругленную вершину, обозначающую конец бычьего рынка, и после которой начинался массовый слив, вплоть до 80% от цены вершины. Что ж, я уже поискал за вас и ничего не нашел, такого не было. И это касается не только биткоина. Ни один рынок не обозначает свои пики такой формой, которую мы сейчас наблюдаем. Хай любого бычьего рынка, который обозначал начало медвежьего, всегда похож на пику, острие копья. Откройте график и убедитесь сами. И теперь, сравнивая две вершины 2017 и актуального 2019 года, все становится очевидным. Это еще не настоящий пик биткоина, и поэтому, скорее всего, это еще не конец бычьего рынка, и не начало медвежьего. Поэтому есть надежда на то, что мы увидим цену выше 14 тысяч долларов уже через несколько месяцев. Но это ни в коем случае не финансовый совет, это просто мое наблюдение. Анализируя дневной график, мы видим, что цена идеально отскочила от предыдущего уровня сопротивления, а значит отметка в 7700 долларов это актуальный локальный низ. Впрочем, гарантировать, что нового низа в скором времени не будет, я не собираюсь. Но для меня все выглядит достаточно позитивно. На четырехчасовом графике мы видим, что места для роста у биткоина предостаточно. Да хотя бы вернуться к отметкам того самого нисходящего треугольника. Теперь давайте поговорим о развитии альткоинов, которые также очень важны и для биткоина, ведь это все криптовалюта. Как мы знаем, комиссия по ценным бумагам и биржам США или SEC до сих пор не может внятно определять, является тот или иной альткоин секьюрити токеном или же цифровым аналогом ценных бумаг. Этим решили заняться сами криптобиржи. Coinbase, Bittrex и Kraken создали систему определения признаков ценных бумаг у криптовалют. Эта новость стала причиной появления множества очень расстроенных людей из различных альткоин сообществ. По этой системе альткоины оцениваются от единицы до пятерки, где единица это совсем не ценная бумага, а пятерка это очень сильно приближенный к ценным бумагам альткоин. Биткоин по этой системе оценивания получил единицу. В топ-3 с баллами приближающимися к пятерке попали Мейкер, Полимат и XRP. Напоминаю, пятерка это очень приближенный к ценным бумагам альткоин, а единицы нет. Эта система оценки очень, очень важная для всего крипто сообщества. Ее заметили даже на Уолл-стрит. Весь твиттер обсуждает ее прямо сейчас, поэтому я оставлю в описании под видео ссылку на официальный сайт этой системы оценивания альткоинов. Я думаю, что скорее всего это никак не повлияет на то, что делает комиссия по ценным бумагам и биржам США. Но по крайней мере это является четким сигналом для нее, что крипто сообществу нужно четкое понимание и определение того, что есть что и что вообще будет происходить дальше. Например сегодня крипто биржам нужно быть уверенными в том, что они не листят у себя приватные, анонимные монеты. Ведь теперь из-за FATF, группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, у таких бирж могут быть проблемы. Именно поэтому многие биржи сегодня длистят приватные монеты, чтобы не получить проблем. Теперь мы видим похожую ситуацию и с цифровыми ценными бумагами. Эти биржи не хотят листить альткоины, которые максимально похожи на ценные бумаги по своим параметрам. Именно поэтому некоторые альткоин сообщества действительно сейчас не очень довольны. Вчера мне написал человек, говоря о том, что у Иоса большие проблемы. Да и у остальных альткоинов тоже. SEC или комиссия по ценным бумагам и биржам США штрафовала создателя Иоса на 24 миллиона долларов. Компания, занимающаяся разработкой блокчейна Иос Блок Ван, была штрафована на 24 миллиона долларов за отсутствие регистрации первоначального предложения монет или ICO с цифровыми токенами. Новость кажется негативной как для Иоса, так и для других альткоинов, которые проводили ICO или собираются их проводить. Но ICO Иоса собрало 4,1 миллиарда долларов, что даже больше, чем у Телеграма. Выплатить штраф в 24 миллиона долларов, собрав более 4 миллиардов, кажется просто шуткой. Эта якобы негативная статья вышла 30 сентября и, как мы видим, никак не отобразилась на курсе. Поэтому, учитывая все обстоятельства, я бы даже сказал, что для ICO это в принципе очень хорошие новости. И последний пункт на сегодня связан с фундаменталом. Все мы помним, что хешрейт биткоина в какой-то момент сильно упал. И вот видео того, как самая настоящая майнинг-ферма сгорела на глазах у оператора. Огонь уничтожил майнинг-оборудование на сумму 10 миллионов долларов. Очень нехорошо. Забавно отметить и то, что во время этого неприятного события, как заметил пользователь Твиттера, не было ни одного найденного блока на протяжении приблизительно двух часов. Как много хеш-мощности скушал огонь? Вероятно, просто дисперсия, но очень любопытное временное совпадение. Отметил он. На этом у меня на сегодня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм. Кстати, я там сегодня новый пост опубликовал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Не обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!